Продолжение следует... Один из последних бесед, Владимир Николаевич, упомянул о том, что его интересует проблема пространства кубовая. И я им в ответ рассказала о моих занятиях с плечами или с руками с точки зрения организации пространства кубовских текстов. В то время моя работа накопилась с началом издания, и наше обсуждение было очень короткое. Сегодня мне хотелось бы разбить эту тему и посвятить доклад памяти великого ученого и великого человека Владимира Николаевича Топорова. Название доклада предфраза о следующем замечании Валёшина картина. Вспомните цитирование, вспомните диалектику с плечами и уголками, определяющую основном структуру его гипербонического и гротесного стихия. Публикуемые сейчас в эволюционной газете статей о функции «Сбег и мертвых душах», я стремилась показать, до какой степени Гоголь превосхитил современные социалистические исследования во состав, по существу, всю структуру и назначение этого информационного канала в жизни людей. Однако, по замечанию Желета, стирк охватывает все аспекты бизнеса. Отсюда следует, что средние слухи должны рассматриваться не авторомно, а во взаимодействии с революционными и злобесными аспектами дискурса. Шаги в этом направлении были сделаны в Еврею и Юрию Ману. Продолжить читать цитату из Волошина-Бактина о празме в обдавне искренне. Цитата. «Это отраженная в голове идеологически переломленная и стяженная диалектика каких-то действительных материальных сил». Конец цитата. «Тут и идеализацию, которая сплавляет воедино всех заславляющих европейского стиля, я нахожу в высказывании самого Бога. Одно из них – о демоническом характере зрителей. Что же касается двухлетней, пишет Бога, то не забывайте, что их распускает чертами любви. Затяю, чтобы смутить и неизвестить с того высокого спокойства, которое нам необходимо для жития, жизнью высшей. Стало быть, какой следует жить в человеке». «И второе. Об отношении к слову». «Обращаться словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку». «Таким образом, идеализация состоит в том, что гоголевские персонажи, их манера поведения, их внешний вид, их поступки, равно как гоголевский нарратив в целом, одушевлений и осмыслений с точки зрения жизненного пути человека. Его поддержимость и сомплазму длинноклассной бестии и отпадуна прямого пути, начертанному свыше». Семантическими вариантами гоголевского стиля становятся «Искрепление и критика». Покажем это, противившись к фабульно-сюжетному, заведомо-доративным аспектам «Мертвый душ» и, собственно, «Вспение». В самом начале «Мертвый душ» имеется в грязице большая цена, разговор двух мужиков. Только два русских мужика, стоящие у дверей кабака против гостиницы, сделают какое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более венутипажу, чем к сидящему нему. «Вижу ли ты, — сказал один другому, — вот какое колесо. Что ты думаешь, доедет то колесо, если бы случилось в Москву, или не доедет? Доедет, — отвечал другой. А в Казань то, я думаю, не доедет. В Казань не доедет, — отвечал другой. Этим разговор и кончится». Так вводится в мотив «Колеса» и для меня «Багдадми», метанимически открывающий доступ к мотивам пути и дороги. Эти мотивы получают как прямое, так и метафорическое освещение, и торгуются на фоне оппозиции прямой, кривой, косой и скривленной. На золотистом уровне соответствующие лексене и их производные буквально пролизивают тексту мертвых душ. Ограничиваются по необходимости тратным причастением. Колесо. Кривой колесо. Колесите. Околесина. Многократно понимающийся колесо и колеса Брички Чичикова и стукли ее колеса. Колесо Ивана. В списке мертвых душ за Багевича. Все пошло как кривой колесо. Селефану доберось бы поколесить, уже не посвали в ней. Нас грех понес бы такую околесину. Загороди околесину. Чичко с самому себе. Путь. Столбовой путь. Путь не путешественник. Распутать. Путать. Опутать. Допутать. Запутать. Перепутать. Перепутаться. Спиться с пути. Путать нельзя. А где нет? Особо метафору путь истинный. Дорога. Среди многочисленных потреблений этой цены в прямом и переносном значении следует выделить то, что связано с селедущим подвестователем. Какие искривленные, грукие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги, избирало человечество, стремясь достигнуть вечную истину. Тогда как перед ним весь был открыт прямой путь. Подобные пути, ведущие к великолепной крови, назначенные царю чертовой. Среди лекций, которые так или иначе связаны с кривистой и кривдой и многократно повторяются в тексте, выделяются. Поворотите. Поворачивайте. Поворот. Отворотите. Заворотите. Воротите. Переворотите. Выворотите. Из вороте ума. Косой. Косится. Покосите. Покосил в брюшку. Покосится. Покосится. Коза гор. Коза. Исказа. Кривой. Искривенный. Вкривись в гост. Покривись душой. Бок. Бока. Набок. Бок. Боком. Сбоком. Кажется существенным дополнить этот гоголевский словарь теми данными, которые мы находим в этимологическом словаре Фазмера, словаре Талия и отметить интерпекстуальные отсылки к свершенным текстам. Значение индоевропейского корня колесо, древнерусский кола, связано с греческим, который значит двигаюсь вокруг, нуждает. С древнеиндийским, нуждает, двигается. Даль отмечает множество произволников, относящихся как к колу. Круг, около, ходить вокруг да около, корабротить, корабраживать и прочее. Указывает на прямое и переносном значении колесите. Круг, крутать, груждать, но и говорить на многом. А также приводит множество русских поговорок. Например, пошло как кривой вонесо. В отношении всех путин существенно замечали Фазмера связь путь и путать. Сравнили при Вадиму Дальеву пословицу, как путает, что и дороги домой не найдет, то есть говорит неправду, врет. И, наконец, некоторые цитаты из вершинных тестов. «Сойдите с дороги, уклонитесь за пути» – Исайя 30. «И будет та большая дорога, и путь под ней назовется путем святым» – Исайя 35. Самый грозительный пример из Евангелия – это известнейшее слово Иисуса. «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не прогодит концу, как только через меня». Отметим также оборот круг жизни. Заборное послание святого апостола Якова. «И кола» – колесо. Далка будет колесо, как плоский круг, обращающийся на оси. Тогда круг жизни – это есть колесо жизни, о котором пишет Гоголь, знаменитого обращения к птице-тройке. Кони в игре спицы колеса смешали в один главный круг, только дрогнула дорога, да скрипнули в испуге останавлившийся пешеход. И вот она понеслась, понеслась, понеслась. Что касается дегатативного или военного сюжета фабула в аспектах Гогольского дискурса, то его включенность в оппозиции истинной ржи, прямого и прямого пути, слишком очевидна и не требует детального комментария. Накомню здесь три момента. Во-первых, постоянное тронение в путешествии Чичикова, реальном или анегоричеством, которые сбивают нашего Гогольского дискурса спасения. Тем более, что именно тревое колесо увозит Чичикова прочь с прямой путь дороги. Во-вторых, постоянное переодевание маски Чичикова, который представляется обитатом обывателям, то переодетом Наполеоном, то капитаном Капустом. И третий, постоянное впечатление, признание кривизны во внешний облик, поведение персонажей, даже в природные реалии и артефакты. Например, раскланивался на праве надево, по обыкновению своему, не спорта на бок о Чичиковой. Шоку раздуло в одну сторону, подбородок погасило в другую, о чиновниках. Иван Атонович уже запустил их глаз назад и оглянул их, то есть и Чичикова и Манилова, исказа. В косо-заверные территориальные крыши и много подобных примеров. Слухи сплетни входят в сюжетно-фабурное пространство, ибо они едва ли не выбируют сюжет. И главным в структуле сплетен оказывается именно то, что сплетно придается, как искаженный, реформирующий истину путь передачи информации. Так что идеологи «сбыться с руки», «сбыться с здоровьем» и «сбыться с тон» получают буквально материализованное воплощение. Отмечу возникшие структуры, образующие характеристики звуков и сплетен, стол, мастерские раскрытия, мертвых душах. Принято считать, что новые необычные события, неопределенные и не подавляющиеся объяснению обстоятельства, в сочетании с герзенностью и структурой являются в надоборной почве для отцветания звуков и торгов, так как производят переворот в объединенности пустого ограниченного общества и вызывают на поверхности затаренные страхи и неконтролируемые ремонтики. Сплетни служат группе людей для установления нормативных связей и осуществления социального контроля, придания форме для выражения скрытых желаний и безоснательных инкульсов, для укрепления предосудов и стереотипов, защитивства его от чужого и упрощения единства безусвоим, которые должны способствовать развитию индивидуальности данной группы и стабильности ее культурных ценностей. Сравним с этим, это вообще карактеристика, которые дают разные исследования социального инкульсов, сравним с этим пояснение гогольницкого рассказчика. Другое время, перед других обстоятельствами, подобные слухи, может быть, не обратили бы на себя никакого внимания, но город Эльм уже давно не получал никаких совершенных вести. Даже не происходило в продолжении трех месяцев ничего такого, что называют столицы камеражами, что, как известно для города, то же, что в свое время не подвоз съестных припасов. Гоголь металла прозвиживает предпосылки сплетен, игрождение, способ распространения и, что особенно важно, связь с каждой конкретной личностью. Присуще сплетен и изгажение как раз и определяется тем, что каждый новый участник, сплетенный из блогественной церкви, вносит в полученные сообщения свой вклад. О, вносит, порождая им текст сплетний свою оценку, свои дальние желания, тревоги и страхи, неблаговидные поступки. Так, дама приятного всех отношения деформирует рассказ коробочки в соответствии с увязвленным женским самолюблем. Так, женские, отпуская пальцы, в процессе распространения с детям действуют согласно своим аффективам и инвентарным листам своих судеб. Женщины сосредотачиваются на похищении губернаторской точки, реорганизуя каос в космос и реализуя тем самим организационно-реструктурирующим функцию сплетни. Мужчины видят в истории звездные души дело спердное и нехорошее, связывая возможные последствия с собственной нечистой церкви. Страх, это цитата, страх прилипчивает чумы и распространяется в мир. Предположения узбой партии связаны также с историко-политико-религиозным сюжетами коллективного воображения, прочно обгаренными, бессознательными и произрастающими из наследственных страхов, готовых всплыть в непонятных и таинственных обстоятельствах. Не секрет, что легенды, мифы, исторические герои пересмысляются и переносятся в слободневности, особенно когда друг на друга накладываются альтернативные парадигмы. Это выражение бессознательных нефитический герой Капетин заражался против Наполеона, который многим русским авторам представляется непобедимым стратегом воплощением свободы народов, так как другие считали его спередным тираном, проигравшим в самой истории, предателем Италии, незаконным императором Транции, драгом России, типичный самозванцем антихристом. Антихристом. Как сам Наполеон, так и антихрист периодически всплывают в русской литературе и в мировоззрении и понятии в живущем народе. Так расплывается та карантихристика сплетель, о которой пишет итальянский исследователь Маргарино. В коммуникации сплетни люди эгоцентрируют, нунгцентрируют и этноцентрируют в происходящие, заливая тем самым доступ к искам. Кравами мертвые души более чем применимы понятия мизерабимы, это понятие, которое вводило жизнь, но потом было теоризировано Далекбаха. Это вообще текст в тексте, это пирологическая структура или пропастная структура. Добавец и стиль в самом деле представляют собой погружение в бездну. Очертив некоторые ее стороны, мы немедленно старкиваемся с эффектом многотрапного зеркального умножения уходящие в бесконечность перспективы. Гогол создает в своем романе два различных информационных поля. Оба они открыты лишь читателю свободному запоставить реальные факты всех искаженной и раздутой версии сплетен. Читатель смеется на необоснованных страхах безубежности и фантазии отсутствия здравого мысля у героев пропенциалов в ситуациях, когда даже ребенку видно в чем дело. Читатель смеется, потому что ему-то не удается узнать персонажа самого себя. Цитирую Гоголя, читателя легко судить, глядя из своего покойного власть в вертушке. Откуда открыть весь горизон на все, что делает внизу, где человек видит только близкий предмет. Но главное церковное умножение относится к самому гоголевскому действию, к его характерным чертам. Назовем некоторые тенденции гоголевского последствования приближайшего его с и успешными ватами. Пригрушенность, приглушенность, предаточными и годными предложениями, когда колебания между объективным и субъективным действительными ними, через кубичество и оптики и микроскопически, нередко нацелены на инвекцию. Другие тенденции этого стиля маникарное нагромождение мелочи и детали, отбавляющих внимание главной темы, используя метонимы и синетики, многочисленные скрытия деменов, подсказная придерженность к разному образу. Такое синетическое поле погружается в выделенные и высшие средства образ деменции, играя рост своего рода кристаллов химических соединений, появление которых в определенном типе жидкости преобразует весь ее состав. Так кубличский народный стиль в нередных душах приобретает окраску сплетничания и немоделированной болтаны. Однако в отличие от пересудов провинциалов, чей ум пункт пункт и приземленность удерживает их от восподения, не позволяя достичь истинного знания про закопывая норатора, имя благодаря его творческой игре металлическими и интерактивными метафорами, кашут кашут кашутся на пленде спеат излишними деталями, предоставляет читателю новые способы прочтения, обнажая все больше и больше новые связи. Расторглевый мир, представший мертвые души, имеет причиной русской истории, травматически для российского мира рекорд метафористикова, а результатом вызывает разрыв социальных тканей, отчуждение и распад личности, дезинтеграцию искусства и лечи. Последние годы жизни город, стремясь к выполнению своей спасительной миссии, все больше отдаляется от шерп и причины для нюансов, и мало-помалу отказывается от юмористического стила и гордественной метафоричности своего почерка, который смехом исправляет главы, вызывая в читателей распредвожающий смех, но это накладывается и повечено одержимость страхом и обратно вопонят ведущая к правде многие произведения прибавлению объяснения торгований и отличению от них. Чем истине выше, тем нужно быть осторожнее с ними, пишет Голубер, иначе они в труд обратятся в общие места, а общие места уже не верят. Он призывает писателя остерегаться в те пари, когда он находится под дверья страстных увлечений, досад и гнева, в те пари, когда не пришла еще стройность его собственная душа. Из него такое выглядит слово, которое все обратили. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести слово. Как пишет Бартин, Голубер призывалась как форма его эпопеи божественная комедия. В этой форме мы не решили с него перечить его туда, но выходила у него менипл цартина. Отсюда наблюдение, что писатель не мог выйти из фамилиарного контакта и не мог перенести в эту сферу пристанцировании положительным образом, поскольку различные типы персонажей никак не могли встретиться в одном поле изображения. Передетика привала с мир менипл цартины, как и народное тело, становилась абстрактной и все же выпадала из произведения. Перейти из ада с тем же людьми и том же произведении в честилище и рай ему не могло удаться, пишет Бартин. Непрерывно перехода быть не могло. И дальше Бартин пишет о том, что Гоголь потерял Россию, то есть потерял план для ее восприятия изображения, запутался между памятью и фамияльным контактом. Грубо говоря, не мог найти соответствующего раздвижения бинокля. И все-таки кое-что Гоголь свой бинокль увидел, заключительного описания Бога взравни Россию строгой взлетающей нам миром. Спасибо. Пожалуйста, еще осталось немного времени на вопросы. Да, пожалуйста, Николай Викторович. Ну, красный Николай Викторович, я увидел Дверг Николай Викторович. Викторович. Необычайно интересные две темы. Тема колеса и тема сплетен. Обе очень увлекаются и убедительно рассказаны. А мне хотелось бы знать вот как они связаны. Я не уловил связи, хотя каждую прослушку было большим удовольствием. Колесо идет на скребленный путь как сплетня. Это разговор на скребленное разговор. Кривизна колеса. А потом мне показалось интересно, что все это начинается с поддохной этих двух мужиках, которые говорят колеса, но это все-таки пантомия. Пустое слово, понимаете? То, что Гогол говорит. Они говорят, но о чем говорят? О крима и ростах. Они наверное уже петяные, они около капота. Спасибо. Я хочу сказать, что то, о чем вы рассказывали, вообще связано с глубинным инвариантом Гоголя. Искажение, приводящее к правде. То есть на самом деле Гоголь почти во всяком произведении он искажает, но это искажение фантастическим образом ведет глубинный прав. А потом вас сбивают с пути. Что многих отвращает от Гоголя. Нацелено проникновение в действительности. Гоголь идет окольным путем, но достигает действительно необычайной глубины. И вот вы как раз это показали. Просто я не понял почему колесо. Действительно колесо это один из мотивов связан с этим глубинным порядком. колесо всегда такое колесо это значит что колесо это другое. Нет, нет, это колесо не идет хорошо колесо кривое. Кривое, да. А потом еще когда например Чичиков хочет удалиться от города Энн еще спит и колеса тоже не работают и Зарифан говорит невозможно и потом он выбирает но это связано с слов со злом все пошло в кривое колесо. Понимаете, поэтому это все связано. Не дадут еще два человека хотят задать вопрос. Павел Сергей Я правильно поняла что правильно? Два слова. Я хотел только заметить, что там где вы говорите что Наполеон воспринимался как антихрист это не совсем вероятно точно. То есть надо бы проверить есть ли какие-нибудь упоминания то есть Толстого мы все знаем что перед 1807 годом было церковное обращение где он был назван антихристом после войны. Ну и даже в одни мира первое что начинается именно с этого цитата. В одни мир именно и мы все знаем эту цитату отсюда. и ни одного примера после войны 12 года и даже перед войной 12 года. То есть переносить это механически с 7 года я советовал бы вычеркнуть антихриста восприятие антихриста в гоголевское время. Это не гоголевское поколение. Мне кажется что об этом писал например Каспар на немецком издание но я это надо проверить но он там говорит что есть какой-то прожать который говорит анаполеоник как антихриста не анаполеоник как антихриста а антихриста антихриста то есть понимаете здесь может быть чуть деликатнее эту штуку сформулировать и второе там где вы о греческом глаголе говорите Гоголь не мог эту этимологическую связь чувствовать нет он мог чувствовать антих поговорок от употребления нет не греческий глагол эйомай связать скола в то время невозможно было и значит он вращаться где-то быть среди и так сказать русское бытие как вращаться в каком-то кругу это как бы тоже совершенно обычное доходило в литературических трудах до каких-то безумных вспоминается какая-то безумная цитата не вспомню сейчас откуда пушкин одной ногой вращался в высшем опыт а другую вращал свою жену или что-то вроде ворот ворот я ворот последний чтобы убивать я просто тут за Гоголь хочется выходить действительно в самом деле Гоголь понятно сплетня, кривые дороги, кривые пути, но в поезде XX века есть такое образе сплетни, вообще, сплетня – универсальный образ, он засыпал под склад, постель на сплетни, то есть не динамический образ пути, дороги, а пространственный образ, скал как на постыниках, так что вот это и есть. А вообще, еще, понимаете, сплетни оба цели можно понимать как речевого жанра. Это определенная речевого жанра? Так вот, да, вы говорили это мне много. Если как бы об этом что-то в, я не знаю, какой-то широкой лимбистике или нет лимбистике, вот, вы знаете, есть ли философия крупная, философия сплетни, как речевого жанра? Потому что философия? Да, да, да. Спасибо. Я вам просто, конечно, начинаю делать 20 минут, но мне хотелось рассказать, что не битвина, не битвина, не битвина, не почувствуй, посетив, не битвина, потому что все это мы живем. Разумеется. Да. Это что много нас связывает. Пожалуйста, Даниэла Ильциев, русской эмиграции в Узнании, Новый Музыгьян и Северный. Прежде всего я хотела бы поблагодарить организаторов конференции за то, чтобы мне предоставили возможность вспомнить вместе с другими участниками Владимира Николаевича Таварова и интеллектуальные и человеческие уроки, которые он нам преподал. Мое выступление затрагивает только ладо-сенсу, одну из многочисленных сфер научных интересов Владимира Николаевича, а именно значение итальянской культуры для России. Насколько важна была эта тема для Владимира Николаевича, свидетельствует его работы. Здесь можно вспомнить исследования об Ахматовой и Данте или об Италии в Петербурге. Но возможно в еще большей степени об этом свидетельствуют многочисленные беседы, которые всегда полные, точнейшие замечания по поводу разных аспектов итальянского мифа, которые велись так как в Москве, так и во время его поездки в Италию в 1998 году. Я же буду поговорить о несколько другой теме, то есть о присутствии России в Италии, а именно о русской эмиграции в Италии с начала 20-го века до начала Второй мировой войны. Тем не менее, как мне кажется, отличительные черты русской эмиграции в Италии в определенном смысле обусловлены как раз существованием того, что можно называть итальянским мифом, о чем я буду говорить после заключительной части своего доклада. Основная цель моего выступления – познакомить вас с исследованиями в этой области, которые были начаты в 2005 году группой итальянских русистов при поддержке итальянского министерства образования. Известно, что изучение русской эмиграции, а нужно сказать, что исследования в этой области традиционно осложняются труднодоступностью и разбросанностью материала, и во многих случаях степенью его сохранности, изучение русской эмиграции с начала 90-х годов и далее сопровождалось необычайным ростом исследований и публикаций. Но для того, чтобы сделать эту работу эффективной, требуется решить проблему координации исследований. Необходим единицей по сбору информации для создания сводной библиографической базы данных. И хотя технические возможности интернета позволяют делать это уже сегодня, и хотя потребность в таком центре остро ощущается всеми, кто занимается эмиграцией, тем не менее, задача все еще не решена. Если говорить о русской эмиграции в Италии, то здесь существуют те же самые проблемы, а может быть даже более сложные. Данный проект и направлен как раз на их решение, по крайней мере на национальном уровне. Нет почти ни одного итальянского словиста или хотя бы просто любителя русской культуры, который не коснулся бы хотя бы раз и хотя бы посленно темы русско-итальянских контактов, и в частности присутствия русских в Италии. Поэтому общий вклад в исследование отдельных аспектов этой темы, как и темы русской эмиграции 20-го века, уже довольно значительен, хотя он не рассеян в мириадах публикаций. Но в это время, но в то время, как для исследования жизни и деятельности русской диаспоры других европейских странах, я имею в виду такие центры эмиграции, как Париж, Берлин, Прага или София, мы располагаем достаточно совершенными средствами в биографии, собрании документов, документального материала, биографические словари и так далее, об Италии сказать того же нельзя. Кроме того, у нас исследования концентрировались главным образом на таких фигурах, как Горки, Амфитеатров, Ассардин, Иванов и на немногих других. При этом оставались в тени или только случайно освещались персонажи и эпизоды второго плана, без которых, однако, невозможно написать историю эмиграции. Цифры, я имею в виду, например, данные, проведенные в книге Марка Раева «Russia abroad», говорят о русской общине в Италии, которая перед Первой мировой войной насчитывала около двух тысяч человек, а в период между двумя войнами выросла до восьмидесяти тысяч. Община эта была, между прочим, весьма нестабильна, поскольку многие эмигранты выбрали Италию только как временный этап своего пребывания в Европе. Но до недавнего времени ученые располагали более или менее точными сведениями не более чем о нескольких десятках личностей. В общем, как видим, картина далеко не подная. И так отсутствие систематического собрания данных явилась той предпосылкой, которая подтолкнула нас к реализации данного проекта. Наряду с этим не решающее значение имел тот факт, что даже самые известные и важные архивные свидетельства, оставленные представителями русской культуры Италии, были описаны непольно. Я говорю в частности об архивах Вячеслава Иванова и Ольги Рисневич-Синьоренни. Имя Иванова не нуждается в комментариях. Я скажу кратко об Ольге Рисневич. Она по профессии была врачом по происхождению латышкой, но по языку и культуре русской. Она провела время почти 70 лет своей жизни, посвятив себя делу распространения русской культуры и находилась в центре многочисленных контактов с представителями русской и итальянской интеллигенции и с художниками своего времени. Архивы Иванова и Рисневич, они хранятся соответственно в Риме и Венеции, очень разные. Архив Иванова – это творческий архив, возможно, один из самых значительных в русском зарубежье. Описание его русской части началось еще до нашего проекта. Теперь она завершена и прибавлено описание итальянской части архива. Архив Синьорелли – пистолиарный. Он содержит около 15 тысяч писем к Ольге и к ее мужу, полученных имей от 600 корреспондентов разных национальностей и на разных языках. Этот архив до нашей работы не был описан вообще. была проведена работа не только над этими двумя собраниями, но и над некоторыми другими, например, художников Андрея Беловородова и Елены Григорович, секретаря и друга Вячеслава Иванова Ольги Шоу. Таким образом, родился проект «Русские архивы» «Виталии первой половины XX века», как называется проект. Но где еще искать, чтобы собрать данные о наибольшем количестве представителей русской колонии и восстановить более конную картину ее деятельности «Виталии» и рисующей нас в период? Здесь невозможно давать подробный отчет о различных фазах исследования. Я хотела бы только выделить одно обстоятельство, которое делало архивные исследования «Виталии» более сложными, чем в каком-либо другом месте. Это обстоятельство заключается в том, что учреждения, вокруг которых прощалась жизнь русской общины и знаний, у нас по целому ряду причин были немногочисленны и эфемерны. В то время как в других европейских странах были основаны школы, университеты, издательства, периодические издания, предназначенные для русской диаспоры, в «Виталии» все эти учреждения были представлены в гораздо меньшей степени или совсем не были представлены. Есть ли рассказать словами итальянского историка Антонайно Вентури, «Все попытки ввести в официальные рамки жизнь русской эмиграции виталии потерпения и им дачу». Это обстоятельство привело к тому, что нам пришлось исследовать многочисленные источники, в которых рассеяна информация, и часто продвигаться вперед не наверняка, а на дачу, и почти всегда по нейтронутой архивной почве, с точки зрения нашего исследования. Группа исследователей работала главным образом в четырех городах – в Риме, Милане, Венеции и во Флоренции. В этих городах был произведен как можно более систематический сбор данных. Исследования проводились главным образом в архивах итальянских учреждений и фондов различного типа – в библиотеках, государственных, областных и городских архивах, в личных архивах деятелей итальянской культуры, публичных и частных. И собранная информация, по большей части очень фрагментарная, в дальнейшем составила базу для целенаправленных исследований, сосредоточенных на отдельных личностях представителей русской эмиграции. Я могу в качестве примера назвать несколько имен тех, кого мы вывели из тени. Из художников это Иван Карпов, Павел Челищев, Константин Горбатов, Симон Фикс, Леонид Иерима Брайловский, итальянские страницы жизни Филиппа Малявина, Екатерина Борянская. Из музыкантов – Александр Борянский, муж Екатерины, Федор Ранш, художник театра кино Борис Билинский, историк искусства Николай Иванов. Из литераторов можно назвать Раису Альхиницкую, поэта-переводщика, и топуляризатора русской культуры. И еще много других имен. Интересная судьба была у двух балерин, ставших и так и знаменитыми. Елена Виссаревская, она выступала под псевдонимом Ильяна Леонидов, имела свою балетную компанию, и даже так же снималась в немом кино. И Евгения Бористенко, которая основала Рейнскую академию балета в Лиме, да, Лиме, и придумала себе такое прозвище «И я русская», как говорили по этой литературе, то есть «я русская». Вот такое «я русская». Ну, вот так и я больше быть русская. Другим существенным моментом исследования стало создание сайта, на который помещалась бы информация. И так родился сайт www.russinitalia.it, открытый в мае прошлого года. Сайт двуязычный, на итальянском и на русском, и состоит из различных разделов. Работа пока далека от своего завершения, конечно, итальянская и русская часть, например, еще не во всем соответствуют друг другу. Итальянская часть пока более обширна. И разделы, над которыми мы больше всего работали, это архивы, которые содержат описи исследованных архивов. И прежде всего в словах русской эмиграции, который состоит из бедных биографических статей, иногда довольно пространных. Сейчас он насчитывает около тысячи имен, и почти столько же находится в работе. На последующем этапе будет продолжено изучение архивов и размещение материалов в интернете, а также будет опубликована в двух томах часть огромного пистолиарного наследия Оргит Ресневич. И прежде всего будет начат систематический библиографический разбор итальянской печати, рассматриваемого периода, начиная с периодических изданий культурного характера. Действительно, уже проведенное библиографическое обследование дает повод полагать, что с одной стороны число русских сотрудников итальянской печати было намного более высокое, чем обычно считается, а с другой, что многие сведения прямые или непрямые о деятельности русской колонии в Италии могут быть обнаружены именно там. И здесь я хотела бы предложить вашему вниманию некоторые размещения общего характера и некоторые предварительные заключения. Собранные нами данные показывают, и это мне представляется одним из главных достижений нашего проекта, показывают, что рой русской интеллигенции и русских художников в Италии в первой половине XX века и их взаимосвязь с итальянской культурой больше, чем в других странах. Это обусловлено также тем, что знакомство с русской культурой в Италии началось с определенным опозданием по сравнению с основной Европой. Оно пришлось именно на тот период, когда после революции в Европе и в Италии прибывает новая большая волна эмиграции. Словистика как наука рождается у нас на гребне 20-х годов, и многим обязано присутствие в стране русских интеллектуалов. Издательства в массовом порядке обращаются к русским переводчикам, которые часто сотрудничают с итальянцами в переводе с языка оригинала. до этого многие переводы русских произведений делались с других языков главным образом у страны с русского. Интерес к культуре Восточной Европы делает интеллигенцию пребывающую из России ценным источником информации для итальянских деятелей культуры в то время еще довольно провинциальной. Это относится и к художникам. Многие итальянские художники уже имели контакты в Париже с русской художественной культурой с первых годов 20 века и продолжают их и в нашей стране с художниками ставшими уже эмигрантами. Можно ли из этого заключить, что русская эмиграция в Италии владает такими характерными чертами, которые отличают ее от странной русской диазвии? Думаю, да. И не только в силу тех причин, о которых я говорила выше. На мой взгляд, ее основная специфика обуславливается мифом о существовании особой связи между Россией и Италией, особого родства между двумя странами. Я говорю не только о традиционной тяге русской культуры к Италии, начиная с 18 века, но об особом варианте итальянского мифа, который формируется именно в этот период и основывается на представлении о том, что культурно-историческое развитие в Италии и России имеет нечто общее, отличающее его от остальной Европы, что, конечно, не выдерживает строгих исторических доказательств, но дело не в этом. Этот миф поддерживался как русской интеллигенции, живущей в Италии, так и определенной частью итальянской интеллигенции. Не буду вдаваться в подробности, приведу только несколько имен. Среди русских можно назвать идеолога партии Сэрус Виктора Чернова, историка искусства Павла Уракова, писателя Бориса Зайцева и, конечно, Вячеслава Иванова. Среди итальянцев прежде всего следует упомянуть интеллектуалов, объединенных вокруг флоренцистского журнала Лавочи «Голос» Джованни Бобини, Артейго Соффичи, Джузетте Брецолини и другие. Замечу, что потом все они стали сторонниками фашистского режима. Они интерпретируют итальянскую и русскую культуру как сущности духовно сослуженные. Например, Джованни Бобини пишет Ольги Синьорелли в 17-м году. Цитирую. Мне было предназначено быть славянином. Судьба же сделала меня итальянцем. Но только со славянами я чувствую себя на своем месте в своей стране. Славянин и русский в то время эти слова часто употреблялись как синонимы. Еще одно замечание. Русская эмиграция в Италии явление далеко неоднородное. Если ввести изучение русской эмиграции в контексте культурной жизни того времени, то феномен русской эмиграции представится более многогранным и сложным, чем можно ожидать. В особенности, если не ограничиться чисто литературными явлениями, если не ограничиться чисто литературными явлениями, а распространить его на всю художественную культуру вообще. Я бы условлено это полицентризмом итальянской культуры, который надолго пережил политическую унивкацию страны. Так, наряду с интересом к России в антифашистском турине между двумя войнами, что ассоцируется прежде всего с именем Леоне Гитцбурга, следует упомянуть и римское русофинство, присутшее культурным кружкам отнюдь невраждебным режиму и даже примкнувшим к нему, в которых были распространены другие аспекты и интерпретации русской культуры. Таким образом, можно сказать, что русская эмиграция в некотором смысле существовала в унисон с культурно-политической атмосферой того или иного итальянского города. Следует сказать о многочисленных доказательствах культурной самодостаточной самодостаточности русской эмигра-общины в Европе. Приведем, например, тезис, который выдвинул Марк Раев в своем старшем классическом сочинении о русской культуре сохранения собственной культуры. Этот долг создавали, разумеется, и русские виталии, но, я бы сказала, не так остро и с одной разницей. Они считали Италию землей не только невраждебной русской культуре, но даже исключительно подходящей для того, чтобы сохранить ее и более того, поддерживать ее. Другое дело, что Итания не могла предложить им соответствующие материальные условия. В Италии эмигрантская община в некотором смысле не только чувствовала, что она должна охранять собственную культуру, но что она может даже поделиться ею с другими, и к этому ее побуждал интерес, который итальянская интеллигенция проявляла в русской культуре и политическим событиям России. И заканчивая. На фоне сказанного разбросанность документов русской диаспоры в Италии представляется органически соответствующей самой ее природе. Эта община жила не как озеро среди берегов по выражению Шкловского, который так описывал русскую колонию в Берлине, а используя эту же метафору как множество больших, малых и совсем маленьких водоемов и водных потоков, которые естественным образом влились в русло итальянской культуры. Ну вот, именно реконструкции, пока только частичные, этой карты территории русской эмиграции мы посвятили первые три года нашей работы. Распросанные кусочки этой мозаики начинают складываться как ледяные целые. И остается завершить сбор и интерпретацию этих данных, после чего можно будет написать подлинную историю русской эмиграции виталии, в которой эти предварительные выводы, надеемся, найдут свое подтверждение. Спасибо. Пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста, а насколько правомерно и всему материалу, который мы сегодня рассказали, применение слова эмиграции, нельзя без него обойтись. Тем более, что я обратила внимание, что вы частью говорили миграции, частью эмиграции. Это было как-то осмысленно? Или это просто... в моем исполнении эмиграции, Иммиграция, вы не... Нет-нет, я всегда говорила эмиграция. эмиграции. Да. обойтись этого слова? Потому что в 21 веке его сказали снова возрождать это слово и не самых лучших целей. Спасибо. Что вам это слово не нравится? Конечно, можно обойтись и можно вообще только говорить о присутствии русских виталий, но это как бы расширить это понятие, далеких границ. Мы хотели как раз фокусировать на том феномене, который вызвало известные исторические обстоятельства. И пока не знаю каким еще именем это называть. Я хочу это называть иммиграцией. Еще я подпаду внимание, что вы говорили исключительно о русской интеллигенции в Италии. Иммиграция или эмиграция к этому не сводится? Да, я назвала несколько имен, которые связаны с понятиями интеллигенции. Но если посмотрите в нашем сайте, там перечислено довольно большое количество лиц, которые к этой категории не относятся. Конечно, они труднее найти сведения, чем интеллигенции, которая каким-то образом оставила следы своего покупания, своей деятельности. Естественно, художник представляет картины об этом как-нибудь становится известно. Литератор, чтобы... Я хочу просто зачитать одну вещь, что по какому принципу мы отобрали набор имен, которые мы вточили в слова. Условия, два условия, чтобы речь шла об эмиграции, то есть о человеке, подкинувшем родину и может быть только на время выбрать детали как место пребывания, но условия, что на родину больше не возвращалась. И второе условие, что были найдены в наших итальянских архивах или в печати какие-то следы пребывания в посетении. у меня кто-то был в Европе спросил, что именем имиграция, но мне именем так, что стало совершенно фашистским. Спасибо. Пожалуйста. меня как латышку заинтересовало упоминание Ольги Красневич, если правильно помню фамилию, можно в двух словах о ее судьбе, как сложилось и что представляет переписка необыкновенно удачное. Как хорошо. Она вышла замку. Она была врачом по образеце, ее муж был врачом, причем преиспекающим врачом. Он был даже в какой-то момент врач мусулини. и благодаря этим связям ее мужа она ее была исключительно благополучна. Так, сейчас в двух словах нужно рассказать. Я могу вам сказать. Переписка. Переписка. Мы в ее архиве в Венеции на фонде Чини находится сохранены естественно письма к ней. То есть письма других лиц к ней. Поэтому там очень большой у нее был круг корреспондентов. Если читать подряд список корреспондентов, то вы рушите представление вас создатся впечатление, что она обшалась вообще с итальянской и русской культурой того времени. то есть на дыжаве да? Да. Есть имена Маурина, Дзейнг. Ну да. Это известные. Есть еще ряд имен, которые мне лично ничего не говорят. Наверное, не могу. Ну да. и я составила библиографию, полную библиографию все их переводов на много страниц. И вот в этом двухтовнике, который мы выпускаем, войдут ее мемуары, неизданные. в частности о Латвии там очень много. Часть писем на русском языке, переписки с двухсторонним, как раз в этот раз сумели объединить две части этого писемлянного диалога с Джованни Парфинием, это крупный итальянский литератор, который... Ну и много еще нацепов. Спасибо. Нет, нет, прости, Таня, но если... Нет, вы дистерси. Да. Понятно. У всех у нас есть такая картинка в Москву. Эммигрантский Париж. Совершенно другая картинка эмигрантских Берлин. И вот у меня случайно есть много сведений об эмигрантской Юго-Славии, скажем так. А вот какая картинка эмигрантской Италии? У меня не создалось впечатление из нашего рассказа, что она очень яркая или когда определяется. может быть потому, что... Как бы вы ехар не позволили? Вы понимаете, в постоянной эмигрантской русской общине Витании не было. За исключением Вячеслава Иванова, Ольги Вячеслава Ивановича и нескольких других имен. То есть не наберется много имен людей, которые остались навсегда в Италии. Это в общем что-то думает, не больше нескольких десятков. Но приезжие, люди, которые жили в эмигрантах, приезжали в Италию, жили подолгу, потом возвращались на Францию или еще. Их было очень много. И очень много следов, что вот эта непостоянная община, она работала, так сказать. Очень много было художников, например, балерин, в той же сильной отчасти более представлено, в большей мере представлено, чем литературная, я бы так сказала. Но и литераторы может быть не сутки. что-нибудь шевелят, что-нибудь? Нет, просто смотрю на частые пишут, что... Нет, 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 понятно. Так, весы очень есть. То есть переуход, по-каке, честно. Что? Нет, переуход. Да. Гранзит. Гранзит, да. Но, тем не менее... После Парижа и Бердена была праговская. Праговская очень богатая. Очень богатая. Виталий Леонидович, что вы хотели? Я хотел сказать, что интересный доклад на тему, которая присутствующей очень малоизвестна. И вообще, такой проект замечательный. А у меня вопрос не совсем по теме. Вы не помните, случайно это дело, когда закончилось пационарство Академии художеств в Италии, Российской с революцией или с войной? Когда перестали посылать? Когда Российская художественная перестала посылать? Я поняла. Сейчас я говорю, я не могу ответить. Она не перестала посылать, просто стали посылать художников штатского. Я хотелось задать один вопрос, если можно. Если можно, помидори Бориса Станиновича Зайцева. Так я не вовремя. Нет, это не существенно. Вы упомянули Бориса Константиновича Зайцева, который, по-моему, в Италии специально годами не жил. Нет, не жил. В какой степени вы используете другие имена? В детстве я читал сборник рассказов такого Корсака. Явно, что это витовская семья, так сказать, Корсака с твердым знаком на конце просто, у которого был, жил он в Истонии, эмигрировал в Истонию, но у него есть рассказ в гостях у доктора. И он описывает русского доктора в Италии, бывшего военного врача, который поселился в итальянской деревне. Берете ли вы все эти имена или нет? Я его упомянула в связи с тем, что он, как и... Я просто взяла для меня очень разонародный, я упомянула Муратова и еще... Но вот я, знаете, его упомянула в связи с тем, что у него есть статья, сейчас затупняю сказать, как они называются, где как раз это параллель между историческим развитием Италии и Россией проводится. Примерно в тех же терминах, в которых она проведена и у Муратова и у Чернова. Да. Здесь, наверное, можно сказать, что все-таки и Зайцев и Муратов были не неправы до какой-то степени, потому что для 19 века, скажем, рубашка Гарибальдийского покроя, назовите что-нибудь еще вот такого же рода, относящаяся к другой культуре и столь же популярной русской культуре. Но меня интересовал вопрос, где вы ставите границу? То есть Зайцев, насколько я понимаю, вошел в вашу базу данных. Ну, адрес, скажите, кто? Да. Надо посмотреть в Зайцев. Нет, меня интересует, вот, где те, кто ходит, в базу данных и кто не входит. Я это попыталась объяснить только что. То есть, если обнаружены в наших архивах личных, частных, публичных или в итальянской прессе следы их пребывания в Италии, то мы их вмешаем. То есть, по принципу, наличие или не наличие архивных документальных каких-то или достаточно, чтобы они написали пустоцов в итальянской прессе, чтобы они вошли... условия публикации в Италии. Публикации или архивные архивные следы. Так, Игорь, вы что-то очень рады. Очень рады. Я просто хочу спросить, насколько предполагается расширение в сторону русского музыкального присутствия? Потому что, если брать звезд первой величины Прокофьев, у которого первое выступление за границей в Риме, существует огромное количество вырезок итальянской прессы в Рыгалии. Если тебе интересно, я потом дам данные. Хорошо. А Стравинский с его постоянными выступлениями подключает премьеру по хождению по весе. Есть еще второй ряд, естественно. Это Маркевич в первую очередь, конечно же. Потом Дукевский, писавший некоторые свои сочинения в Италии. И вплоть до Алексея Хайла, который умер в Италии. Это тоже первая эмиграция. Но правда, это уже будут в 80-е и 90-е годы. И писал... Ты будешь писать эти статусы. Что? Ты будешь писать эти статусы. Хорошо. Нет, ну не только я один. Просто я думаю, предполагается ли. Теперь я все-таки скажу, я все-таки скажу. Во-первых, если я правильно поняла, вы сказали, что миф итальянский, ну вот, а развес Италии, родился среди эмигрантов, когда они в Италии в Италии. Вы же сами занимались всеми эмигрантовом, начало 20-го века, когда они переезжали... Я это не говорили. А, ну простите. Я потом... Да, я не могу. И второе. Мне кажется, что книжка Книга Раева, она уже несколько устарела. И в 2005 году, вы знаете, была конференция в Швейцарии Жаккаров организованная о соприкосновении русских с французской культурой. И поэтому, мне кажется, что то, что только словеское итальянское воспринимание от русских, а русские эмигранты вообще не инкорпорировались в иноязычную культуру, в частности, итальянскому, мне кажется, это надо пересмотреть, в частности, ваших родниц. которому вы адрес дадите, дайте желающим потом нашим. Спасибо. Итак, Елена Александровна Седакова «Время и пространство российского текста принадлежит интернет-реклама». Я прошу прощения за то, что буду говорить о текстах, которые не только не художествовали, но и дороги, естественно, поэзии, того материала, который сегодня здесь так прекрасно звучал. И эти тексты у многих вызывают раздражение, поэтому я прошу прощения. Но, поскольку я сегодня вспоминаю Владимира Николаевича Топорова, то я, изучая его работы, нашла такую замечательную совершенно цитату, такую идею, которая оправдывает по многому обращение к материалу, в частности, реклама, интернет-реклама. Владимир Николаевич уделял тексты, современные тексты, и не только современные, жизнь которых скоротечна, как он писал. Анализируя народные эпитаки и записки, обращенные к Сенией Петербургской, городские граффити и даже реклама турист города, в частности, в последние годы своей жизни, Владимир Николаевич писал, цитирую, скоротечность жизни подобных текстов в значительной степени уравновешивается тем, что время не только стирает тексты, но и репродуцирует новые, так или иначе восстанавливающие учитываем образцы. Ни одно культурологическое исследование не может претендовать на целостный взгляд, если оно не учитывает подобные тексты и зарождающиеся в них, подчеркиваю я, это очень важно, зарождающиеся в них элементы и их схемы, которые в одних условиях формируют новые мифы, а в других оказываются невостребованными и остающимися на уровне фонтуры. Потом невнимание и тем более пренебрежение к таким текстам, ничем не оправданное расточительство и сужение объема самого понятия фонтуры. Это длинная цитата служит оправданием того, что я обратилась к интернет-рекламе. Интернет-пространство, как широчайшее информационное поле, предоставляет возможность и добывать знания, и распространять его. Пересечение этих двух видов деятельности, условно говоря, познавательной и просветительской, нередко приводит к тому, что пассивные пользователи интернета, даже те, кто пользуется просто электронной почтой, получают сведения, которые они не ищут и которые для них являются избыточными и раздражающими. Агрессивность и массовость распространителей излишней информации безусловно негативная сторона интернета. Однако для коммуникария спам, это письма, которые мы не хотим получать, может послужить интересным полевым материалом, поскольку как это будет видно, надеюсь, из изложений, от нем отражаются существенные черты современной венглокультурной и идеологической ситуации в России. Это положение связывается с современной универсальной проблематикой наступающей глобализации и с необходимостью сохранения собобытности. По мнению некоторых ученых, интернет стал имплемой глобализации. При этом именно всемирная паутина способствует не только поддержанию национальной традиционной культуры, но и ее реинкарнации и даже изобретению. Интернет дает множество возможностей для поддержания национального духа в самых различных форматах, в чатах, форумах, на сайтах, а также и в письмах туристических агентств, о которых я сейчас буду подробнее говорить. Эти письма я получала очень долгое время и в них содержится информация, которая имеет цель пригласить и созвать клиентов приехать в определенную местность российского пространства и приманки, содержащиеся в этих письмах, очень тесно связаны со старыми металлогией, с новой металлогией, и с востребованностью или невостребованностью тех образцов, которые отсылают нас к прецедентному тексту и имел виду Владимира Николаевича Луну, когда писал о том, что какие-то схемы являются востребованными, какие-то нет, порождают фантому или нет. Надо сказать, что эти образцы и прецедентные тексты, которые содержатся в фольклоре и традиционных знаниях, занимают особое место и в средствах массовой информации и в интернете, поскольку они коррелируют с национальной идеей современной России, где фольклор, пустив его в такой несколько попсовой форме и упрощенном виде и нередко сфабрикованном, но все же уделяется большое внимание. Экспликация русскости присутствует повсюду, куда не упадет этот наш взгляд. И вот это можно проследить и на текстах, которые присылают вам туристические агентства. Сразу же скажу, что сохраняется артография, рактуация этих писем. Тексты очень длинные, поэтому я не думаю, что стоит их особенно читать подробно. Я буду говорить об основной идее подобных текстов. вот, например, приглашение на Новый год на родину Деда Мороза и Деги Кузьм. Казалось бы, здесь просто игровые моменты, сказочный город, настоящая русская веса, древний челец и дворец Деда Мороза. Однако, если отойти от пространства интернет-писем и поискать другую информацию, можно выйти на глобальные идеи, которые как раз в этом итоге связывают нас с эндоевропейскими мифами, возводят образ Деда Мороза, как мы видим, второй абсцц. Образ северорусского Деда Мороза имеют глубочайшие исторические этнографические корни, прообразом его является общий европейский бог неба и космического закона, вооружен олицетворением которого было ночное небо и так далее и тому подобного. Таких примеров очень много, как придумывается и выстраивается русское пространство. Если заняться этим подробнее, то я думаю, что для любого лобуса можно составить такую карту, современную карту туристических мест в России, которое обязательно связано с какой-нибудь одинаковой фигурой или с исторической датой, а нередко с мифологическим персонажем, как вы его дали, со святыней, святынями и так далее и тому подобное. Вот еще один пример, как создается и придумывается такая туристическая приманка для приглашения туристов в определенную местность России. Несколько лет назад стали приходить письма, у меня такие спамы, но это совершенно спам, я никогда не подписывалась, они жили вне потока, пока я не написала этот статью, этот день что-то мистическое, поток спама превратился, больше я не получаю ни одного письма, это что-то удивительное. И вот мне пришло письмо, Пасха в доме Бериндея, Переславль-Залецкий. Небольшая справка опять же в интернете дает возможность понять почему же Бериндей поселился в Переславле-Залецком. В интернете было публиковано интервью с архитектором дворца Бериндея и вот что так говорится. Сказочная страна Бериндеев скоро придет свое место на карте Ярославской области. Если в Пушихонье живет водяной пуговое баба-яга, то переславцы решили поселить у себя доброго царя Бериндея. Эскизы резиденции любимого народа царя рисовали сами, пришлось перечитывать Снегурочку Александра Островского по преданиям. И есть некоторые исторические документы, что здесь жил тот самый царь Бериндей именно в наших краях было его царство. И мы взяли для романтики это название. Здесь мы взяли для романтики. В Вологодской области есть дом Деда Мороза, о котором я говорила. «Почему бы на Переславской земле, где действительно жили Бериндией не быть домом Бериндией?» Персонажный ряд таких местных героев, который собирался при анализе таких спамов, так, такого спама, Нимова, он включает в себя всю славянскую нишу мефологии мудиной, лешей домовой, подклёрнут сказочных героев Баба-Яга. Вот здесь Баба-Яга приглашает к себе гости к Бабе-Яге, где можно купить настоящие помилы и так далее и тому подобное. Литературно-сказочные персонажи «Хозяйка Медной горы» и персонажи переведённых сказок «Алиса в стране чудес» и «Изумрудный город» и так далее. Многие российские механиста очень тесно естественно ассоциируются со святыми, но обычно выбираются такие цветно-святые, которые могут что-нибудь дать. Вот такое потребительское консуматорское отношение и к святым и к путешествиям наблюдается во всех туристических письмах. Речь идёт о Муроме и, конечно же, о святых Петре и Февронии. Здесь очень интересный момент, как место связывается с временем, единый хронотоп. И как мы знаем с прошлого года, даже в этом году впервые в жизни праздновался день семьи, день памяти Петра и Февронии, как ответ западу. День Святого Валентина, как известно, пришёл к нам распространялся. Вот это был такой идеологический ответ Святого Валентина. И что интересно, сразу стала создаваться и обрядность этого дня. То есть символом этого дня была избрана ромашка и так далее и тому подобное. Вот место Муромские святые породили праздник, который на общероссийском уровне вошёл в конструируемый сегодня календарь, новый российский календарь, где находится очень много новых придуманных праздников, как 4 января и так далее и тому подобное. Вот ещё из таких общенациональных идей, может быть, это будет интересно, определение приглашения в Сергееве Фасад и Сергееве Фасад определять таким образом. Сергееве Фасад душа России. Город знаменит прежде всего Троица Сергеевой Лавры. Благодаря чему за ним закрепилась слава столицы русского православия русского Ватикана. И вот я сказала о времени, как тесно переплетается место со временем и в частности как туристические агентства естественно играют на традиционном и новом российском календаре. И приглашение уже подстраивается под соответствующий праздник. Масленица занимает одно из основных мест в туристических рассылках. там, где есть что-то кулинарное, где можно что-то съесть, праздник дальше будет яблочный спас, это всегда очень привлекательно. Масленица на носу, масленица в Олорде, масленица в Судане на Псковской земле. и всюду авторам этих рассылок нужно как-то связать этот праздник с локальным, с каким-то местным таким колоритом или с какой-то идеей. И эти рекламы направлены на самые различные слои населения и народные аристократические и детские различные полувозрастные группы. Вот я только перечислю названия таких рассылок. Детская масленица в Лошадьевом царстве, императорская масленица в Санкт-Петербурге, широкая масленица в удивительном Корейском крае, индейская масленица, интерактивная масленица в индейской деревне, масленица по кругу Орехова Кусарь Бежуковского, Масленичная разгуляет сударей и так далее и тому подобное. Как бы масленица по-коскоперски как в боссе игры на масленицу на масленицу колбоя. Хотите узнать как отдыхали колбоя на Диком Западе? Вот здесь включение масленицы конечно совершенно случайно. Масленица вообще приобретает какое-то облимное значение у нас и такие призывы были и на открытках поскольку и в Москве празднуется широкая масленица угощение идет кулинарами и вот с кулинарными рецептами и такая масленица здесь есть прямые цитаты из каких-то народных масленичных культурных текстов но очень много всего и придумано с кулинарами теперь от масленицы перехожу и к другим праздникам набор которых все расширяется если сначала это были просто как бы каникулы новогодние каникулы потом пасхальные и уже на десятые праздники основные Рождество и масленичные циклы постепенно набор праздников расширяется и меняется в частности Иван Купала появляется естественно уже в каждом празднике и в каждом году выделяется какая-то основная идея Иван Купала это ночь полная игр и развлечений шашлык на берегу сны вы видите кулинарное развлечение русалки и леши тамбовский волк это приглашение в тамбов русалки и леши тамбовский волк и ведьма будут праздновать с вами этот праздник любви и тут также приглашение и на гендерные праздники переходить в целом от любви и ангелы вот здесь мне кажется совершенно замечательный пример приглашение на тур посвященный защитнику отечества 23 февраля это тур самый главный мужчина страны Иван Сусаня ждет к себе гости на празднование 23 февраля это тур приключений тропой Ивана Сусанина Ярославль Кострома Исуковское болото с 23 по 24 февраля для вас подготовили экскурсионные программы и с этими местами связаны великой истории российского государства на второй день отправляемся в древнюю Кострому с высотами будут сам Иван Сусанин и поляк Исовский по дороге посетим знаменитые села где пребывал учащица Исуковское болото в которое Сусанин залил поляков в деревне Исусанин здесь художник Сабрасов написал самый знаменитый русский пейзаж «Грачи прилетели» то есть собрание всей возможной информации и культурной и околокультурной и так далее был день защитников Отечества нельзя отказать изобретательности креативщиков я не знаю авторов рекламных насылок потому что еще один текст показывающий что советские времена конечно же не ушли в прошлое у молодежи сейчас это просто мода на серпу молодость на какие-то советские реалии о которых они не знают то же поколение которое выросло в постсоветское время но естественно есть люди которые испытывают настоящие по советским временам как отпраздновать первое мая теплоход встретит вас праздничными растяжками мир труд май как в детстве праздничный круглород красок и веселье захватит вас каждый год получит получит персональную мальчик и самую аппетитную закуску середочник опять кулинарный мы напомним вам как завязывается пионерский галстук научим танцевать яблочко и так далее и тому подобное обращать обращать на себя внимание конечно же язык рассылок но я думаю что уже у меня на это время я поблагодарю всех за внимание и извините что вот такой темой я сделала доклад спасибо если можно объяснить если значит наёбочка потому что слово совершенно никому не известно да 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 спасибо что имеют жизнь в наших ванных мае мае время мае мае дайте сейчас по сути что хочет нас приветствовать очень хорошо а мы вообще но я он должен уезжать да 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 поэтому мы откладываем дискуссию а мы хочешь так сказать есть что сказать сказать что что ты будешь снова н так все Продолжение следует...